Братья-месяцы Программа о названиях, приметах и преданиях 19 декабря По одному из древних календарей у славян в этот период День Успокоения По народному месяцу слову Никола Зимний В этот день христиане чтут память святого Николая Угодника или, как его еще называют, чудотворца Родился в Малой Азии в греческой колонии Потара в римской провинции Ликия Конец III – середина IV веков В народном земледельческом и церковных календарях отмечают два Никольских дня – 22 мая и 19 декабря которые связаны друг с другом и предопределяют один другого Николай Чудотворец почитается на Руси заступником от любых бед и несчастьей Никола Милостивый, по народным представлениям, мудрый святой старик, который вечно ходит по дорогам России, совершая чудеса, помогая тем, кто трудится не покладая рук и ведет праведный образ жизни В отличие от других святых, Никола не только молится, повелевает, указывает, предостерегает Он занят вполне земными делами, никогда не чурается даже черной работы и готов оказать помощь при любых обстоятельствах Сам идет за плугом, помогает мужику вытащить воз из грязи, берет в руки корабельный руль во время бури и благополучно доводит судно до пристани, лечит простых смертных и прочее Это настоящий мужицкий святой, к которому крестьянин обращается, что называется, запросто, но и чтит его по боли остальных Николе посвящено огромное количество сказаний, легенд, духовных стихов, молитв, заговоров, пословиц и поговорок Где он выступает, как покровитель земледелия и скотоводства, хозяин земных вод и хранитель на водах, податель нищим и спаситель невинно осужденных, чудесный врачеватель Пожалуй, нет таких обстоятельств, бед и нужд, в которых не проявилось бы участие святого угодника, причем участие бескорыстное А ведь в древности, в славянском мире, все, чем наделили Николая чудотворца, представлял Дождьбог Тарх Дождьбог – податель всяческих благ, счастья и благополучия, избавитель от сил темного мира Он совершал благие деяния, помогал людям обживать бескрайние просторы на земле Бог Тарх указывал, на каком месте лучше всего разместить поселение Бог плодородия и солнечного света, лета и счастья, живительной силы Бог, помогающий людям в трудных жизненных обстоятельствах Дождьбог и сейчас всегда помогает тем, кто трудится во благо рода своего, живет по совести и в ладу с природой матушкой С Николы устанавливается настоящий зимний путь, и в деревнях начинаются приготовления к извозам, подрядам, продажи хлеба Открываются никольские ярмарки, где главным товаром является хлеб Хотя в некоторых местах такие ярмарки имели свой специфический характер Обусловленный особенностями хозяйственной деятельности, где никольский обоз для боярской казны дороже золота И никольский торг всему указ В России еще отмечали Никольщину – праздник стариков, но в нем было отведено свое место и молодежи Веселым вечеркам, гаданьям, хороводам, играм В Воронежском крае зимой начало сватовства, тоже зафиксировано и в нижегородских землях На этот счет бытовали пословицы и поговорки У доброй свахи женихи с невестами все на пересчете Худ жених сватается, хорошему путь кажет Не заламывай рябину невызревшую, не сватай девку невызнавши Один женился – свет увидел, другой женился – свет невзвидел, с головой пропал Добрую женою и муж честен Святой Николай считается покровителем земледелия и пчеловодства, всякого домашнего скота и диких зверей Его культ связывают с загробным миром и с культом медведя А ведь еще с древности эти качества нес в себе бог славян Велес Почитали Велеса и как у правителя зимними морозами Посему звали его Дедом Морозом Праздник, когда дети показывают свои знания и умения И те, кто действительно достиг больших успехов, одариваются подарками от Деда Мороза Мороз Велес – покровитель и всех зимних занятий, которые проходят вне дома, в том числе и торгов С Николой начинались молодежные святочные посиделки Девушки и парни договаривались об откупе избы у какой-нибудь бедной одинокой старухи или у вдовы Заготавливали дрова, лучины, принимали за изготовление святочных масок и костюмов для ряженых Чтобы потом разыгрывать пьесы и сценки во время предстоящих святочных гуляний Куда входит и Коляда – день рождения нового солнца В этот день примечали Никола Зимний лошадь на двор загонит Никола Вешний лошадь откормит Какой день в Миколу Зимнего, такой и в Миколу Летнего Коль зима до 19 ноября след заметает, дороги не стоять Инии на Николу к урожаю А еще добавляли Хвали зиму после Николина дня Подошел бы Николин день, будет и зима на санях А по одному из древних календарей у славян в этот период – день успокоения Памятные даты и праздники играют важную роль в воспитании человека Ведь родиться славянином недостаточно Славянином надо стать Чтить своих богов и предков Познавать мудрость, которую они оставили нам Знать наследие своих предков При этом славянские праздники связаны с явлениями природы и сельскохозяйственной деятельностью То есть имеют практическое значение Всему свое время Так вот и земле матушки нашей Пришло время отдохнуть от трудов прошлых И накопить силы для будущих Деревья листву сбросили Словно платья старые И силы копят на новые наряды А снег выпадет, закроет и согреет землю и растенится малые Чтоб не вымерзли и сохранились к весне И станут они еще ладнее, да краше Не их это время А время для метелей, морозов, бетров северных Да зимних славянских праздников Чтите свято все праздники, что оставили вам предки ваши Украшайте жизнь свою радостью и деяниями благими Да во славу богов и предков ваших Счастливых вам перемен, славяне! Братья-месяцы Братья-месяцы Братья-месяцы